Приветствую вас. Знаете, иногда бывает так, что после сертических пяти лет у некоторых людей открывается вторая молодость. Ну это, знаете, такое состояние, когда человек чувствует, что он, можно сказать, всю свою жизнь прожил для кого-то, да, для детей, для внуков и так далее. И его это сильно напрягает. Ему это не нравится. И он хочет это изменить. Он хочет посидеть для себя. И хорошо это или плохо мы говорить здесь и сейчас не будем, потому что это не имеет смысла никакого. Но однозначно, что такая точка зрения есть, это факт. Ее нельзя, эту точку зрения исключать. Она есть, безусловно. И вопрос, вещь заключается только в том, как вы, например, к этому относитесь, да? То есть, считаете вы, например, что эта позиция правильная или нет? И если вы считаете, что эта неправильная позиция, а я, в принципе, допускаю и ту, и другую позицию, если вы считаете, что эта позиция неправильная, ну, постарайтесь это принять. То есть, для человека это является так. И изменить у вас это не получится никак. Вы не можете на это повлиять. И, соответственно, оставьте человека жить так, как он хочет. У него в некоторых, помимо всего прочего, есть еще и ресурс, так сказать, ресурс работы, ресурс тепла, ресурс любви. Как бы это странно не звучало, ну, как бы это странно не звучало в данном контексте. Вот. И, собственно говоря, если человеку действительно ничего не надо в жизни, ну, что вы будете стараться этого человека как-то направить на истинный путь, это у вас вряд ли получится. Вы можете просто понять, постараться понять, почему человеку стало ничего не нужно. Откуда взялась эта вот позиция, откуда взялась эта вот точка зрения, да? Да? Да и уже другой вопрос. Хотите ли вы вникать в проблемы человека? Хотите ли вы пытаться его понять? То есть вот что у вас происходит сейчас, да? На данный момент. На данный момент вы определенно злитесь. То есть у вас есть определенный негатив в том, что вы пишете. И я, конечно, понимаю причину негатива, но только негатив этот вам, он ничего не даст. Вы будете злиться, вы будете переживать, а что изменится? Ничего не изменится. Человек, он как жил, он так и будет жить дальше, и вы с этим ничего не сможете сделать. Поэтому куда разумнее для себя постараться определить, либо вы человека можете поменять, либо вы человека не можете поменять, он не хочет меняться, и вы оставляете его жить там, где он живет, например, сейчас. Вы оставляете его там, где он находится, находится сначала. А сами живете своей жизнью. И все. И все. И вот это то, что вы реально можете сделать. Это то, на что вы реально можете повлиять. Ну а если мы говорим с вами о том, что вы как бы спрашиваете у нас, нужно ли что-то после определенного возраста, как я уже сказал, это зависит от человека. Кому-то нужно, кому-то нет. Кто-то испытывает потребность в том, чтобы что-то делать, ну, после вот какого-то времени, после какого-то, после достижения какого-то возраста, кто-то нет. И то, что мы можем, все это мы можем, это оставить человека, не так, как он может продаваться, ему помочь, но ничего от него не требовать. Вот. По-разному бывает. Вы постарайтесь сперва понять, что произошло с тем, о ком вы пишете. Вы постарайтесь понять, как случилось так, что человек после 45-ти, а это, конечно, уже не молодой, это уже пожилой человек считается. Но это и не совсем старый. То есть, прям не глубокий старик. То есть, это вполне себе такой бодрый человек, такой крепкий относительно еще. И почему ему не надо ничего в жизни, это большая проблема его, в первую очередь. Если этот человек, человек для вас родственник, этот человек любим вами, если вы к нему неравнодушны, постарайтесь помочь, постарайтесь подумать, почему так. А если его все устраивает, если он сейчас, то порадуйтесь, постарайтесь его и живите в своей жизни. Это единственное, что вы можете сделать, на самом деле. И отдельным пунктом я бы хотел вас спросить, чем вызван ваш вопрос? Какая у вас потребность в этой ситуации? Чего вы хотите? Чего вам не хватает? В чем вы испытываете потребность и дефицит? Вот, попробуйте для себя найти этот вопрос. И почему, по вашему мнению, тот, чего вам не хватает, должен обязательно дать вам именно тот, о ком вы говорите? Почему не кто-то другой? Почему не вы сами? Или, если вы говорите о внимании, да, например, внимание отца к ребенку, ну, своему ребенку, или внимание, допустим, дедочки или бабочки к своему внуку. Ну, здесь опять же, либо это внимание есть, либо его нет. И если его нет, тогда ничего не поделать, насильно человека не заставить, и нужно просто выстраивать свою жизнь, исходя из того, что есть. А не требовать от человека то, чего он не может, или, может быть, не хочет вам дать. Подумайте над этим. И если вы хотите поговорить более подробно, конкретно, можете обратиться к любому эксперту на нашем ресурсе, я думаю, мы рады будем вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!